Как-то раз, когда я остался дома один, я решил пригласить друга на ночь. Позвонил ему и договорились, что он сейчас придет ко мне. Через полчаса я услышал стук в дверь. Голос друга. Открывай, я замерз. Голос дрожал, и я сразу понял, что это Серега, так как он долго ломался приезжать ко мне из-за холода на улице. Я сказал ему подождать, потому что руки мои были мокрые. В ответ голос из двери повторял одно и то же. Я замерз. Я замерз. Я замерз. И с каждым разом все громче и громче. Я решил, что он издевается. И специально к двери шел медленно. Вдруг мне звонит тот же друг. Я беру трубку и говорю, что уже иду. Но Серега с телефона спрашивает, куда это я приду и извиняется за то, что он не придет. В это время я уже стоял у входной двери. И почти открыл ее. Я сказал Сереге, что перезвоню. Он бы все равно не поверил и поржал с меня. Я остался один на один с собой. И голосом друга из-за двери. В то время я очень хотел посмотреть в глазок, но никак не решался. А голос этого существа все повторял и повторял. Я замерз. Я замерз. И он уже почти перешел в крик. Когда я посмотрел в глазок, то, что я там увидел, было просто не описать. Такое существо просто физически не может изобразить голос моего друга. Я прыгнул от двери и прижался к стенке. Вдруг в какой-то миг оно замолчало. Никаких звуков не было около минуты. Я постепенно начал успокаивать себя. Как раздалось чуть слышное поскрибывание по двери. Я был в такой панике, что даже не мог кричать. Горло онемело. Я чуть не упал в обморок. Мне стало плохо. Я упал и прижался к стенке. В то время, как из-за двери доносился уже более подходящий этому существу грубый голос. Мне холодно. Впусти меня. Скрежет сменился стуком. Причем таким, что в тот момент я думал, оно выломает дверь. Я сидел у стены, прижимаясь к ней, как к спасательному кругу. И тихо плакал. Все прекратилось в один момент. Дверь перестала трястись под его стуками. И голос тоже замолк. Я просидел у стены, как мне казалось, очень долго. Периодически плача. После этого я вспомнил про телефон. Позвонил Серега. Я вздрогнул, но все же взял трубку. И оказалось, что я все-таки могу говорить. Серый непринужденным голосом спросил, как у меня дела. И начал что-то рассказывать. Ты меня слышишь? Возмущенным голосом спросил Серега. Естественно, в данный момент я его не слышал. Я попросил его все-таки ко мне приехать. И тихо заплакал в трубку. Он успокоил меня и сказал, что сейчас приедет. Мы разговаривали с ним всю дорогу. И я немного успокоился и даже смог встать. Мы с ним попрощались по телефону, когда он уже зашел ко мне в подъезд. Через минуту я услышал звонок в дверь. Слава богу, не стук. Побежал к двери со всех ног, кинуться на родное плечо и наконец разрыдаться. Но когда я открыл дверь, за ней стояло то самое существо, держа на руках моего мертвого друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА